Казахстан В Алматинской области, рядом с Алматой, вы можете одновременно за день попасть в несколько климатических зон. Быть в пустыне, в полупустыне, в степи, в таежной, в лесу и вплоть до вечных снегов забраться. В какое время года лучше приезжать? В любое время года интересен по-своему и в любой зоне. Летом вы можете найти, как я уже говорил, в разных частях Казахстана разные какие-то себе возможности отдохнуть, узнать. То же самое зимой у нас очень интересно, очень много хороших катаний горных в Зайлинском Алатау. Скажите, пожалуйста, какие есть курорты и вообще есть ли они? Очень известный у нас, если начать со столицы, рядом в столице, курорт Боровое. Это Бурабай. Бурабай – это одно из красивейших мест, я считаю, в мире. Это комплексы гор, озер и хвойного леса, которые очень благоприятно влияют на здоровье. Очень полезно там, особенно зимой, говорят, что хвоя именно зимой дает особую природу, особое здоровье дает. Очень много курортных зон в Восточном Казахстане. Это и радоновые ванны, это и места лечения, это и места принятия процедур из пантов, врагов, морала. Это курорты на юге Казахстана, Сары-Агаш, это минеральные курорты. В принципе, во всех зонах Казахстана есть своего рода какие-то своеобразные места, где можно отдохнуть, где можно полечиться. А вот уровень отелей по комфортности, как бы вы оценили? В целом, в городах у нас, в городах в Астане, в Алма-Ате, во всех областных центрах отелей есть разного уровня. Начиная с пятизвездочного, окончая трех-четырехзвездочным уровнем. Очень много брендов, таких как Redison, Intercontinental, Haya. В целом, уровень отелей соответствует и не будет никому неудобно, как бы, то, что он там проживает. А знаете примерную цифру? Вот сколько туристов приезжает в Казахстан? Год за годом увеличивается сейчас. Министр туризма как раз говорил о том, что в Казахстане именно где-то до сейчас, до миллиона туристов приезжают в Казахстан.